В Саранске открылась школа Деда Мороза и Снегурочки. Молодежный центр пригласил будущих сказочных персонажей на первый урок. Спустя несколько занятий участники пойдут поздравлять многодетные семьи и детей с ограниченными возможностями. Какие они герои нашего времени, знает Наталья Макшаева. Школе Деда Мороза уже семь лет. За это время ее выпускники успели поздравить сотни семей в разных уголках Саранска. Опыт поздравлений у Деда Морозов и Снегурочек из молодежного центра не только семейный. В прошлом году, например, сказочные персонажи устраивали новогодний праздник в пансионате ветеранов войны и труда. В этом году добровольцев на новогодние роли стало еще больше. Организаторы подготовили для Дедов Морозов и Снегурочек специальные мастер-классы. У нас будет ряд мастер-классов. Это ораторское искусство, актерское мастерство, мастер-классы, разработка сценариев. Также мы будем разучивать с ребятами различные ситуационные игры, разыгрывать. Потому что, выезжая в ту или иную семью, мы должны быть готовы. Потому что у нас ребятишки есть и с теленными особенностями здоровья. И ребятишки из малоимущих обеспечены семей. И мы должны с ребятами, выходя в каждый дом, быть подготовленными и дарить полноценный праздник каждому ребенку в каждый дом. Будущее Деда Мороза, кажется, хоть сейчас готовы примерять на себя новогодние роли. Участникам предстоит работать с детьми с ограниченными возможностями. И, кажется, персонажами праздника каждый из них стал по своим причинам. Мне просто нравится как-то общаться с этими детьми, с ними проводить различные игры. Мне просто нравится видеть их улыбку, как они рады, когда мы приходим. Вот Дед Мороз, Снегурочка. Занимаюсь этим я второй год. То есть второй год буду Дедом Морозом. Парень пока что здесь единственный. Надеюсь, придут еще. Занимаюсь я этим, потому что мне это нравится. Первое занятие в школе Дедов Морозов было установочным. После обсуждения организационных вопросов детей научили вырезать снежинки. Наталья Макшаева, Андрей Просверкин. Наши новости.